И к другим темам. Рай для тараканов. Жители одного из многоквартирных домов новой части города обратились в редакцию новостей ВТВ. Усатые насекомые не дают жильцам прохода. Они не только обжили подвал и один из подъездов дома, но уже и квартиры собственников жилья. Тараканы буквально валятся на головы людей с потолка. Дошло до того, что некоторые жильцы стали их уже коллекционировать. Марина со своей семьей переехала в девятиэтажку по улице маршала Кашевого 13 два месяца назад. Оказалось, в новой квартире уже обосновался не один десяток жителей. Хозяйничали здесь тараканы. С каждым днем их становилось больше. Молодая женщина, уверенная в бездействии своей управляющей компании, за помощью решила обратиться на телевидение. Последней каплей, рассказывает Марина, стал случай, когда на нее и ее ребенка тараканы стали сыпаться из-под крышки лифта. Два месяца назад, мне кажется, их было не так много. Вот последний месяц нашествия. Но нашествия почему? Потому что вы видели, таракан не рай, не подъезд. Никто ничего не травит. Мне обидно, за что мы платим? Лично мы платим полторы тысячи ЖЭКу. Мы платим за грязь в подъезде, за тараканов. Но помимо всего этого, этого у нас еще плесень на стенах в квартире. И действительно, как только наша съемочная группа входит в подъезд, ее встречает один из усатых оккупантов. Как только жители видят камеру, их возмущение тут же закипает. Марина винит управляющую компанию «Ресош-1» в том, что тараканов просто не травят. Дозвониться невозможно, к тому же уборка подъезда не проводится. Все два месяца она подметает свой этаж сама. Старшая по дому Лидия Войлова утверждает обратное. ЖЭК всегда отвечает на просьбы жителей. Тараканов травит уже не один раз. Вся проблема, по мнению правдома, в нечистоплотности самих жильцов. В пример приводит нехорошую квартиру номер 204. Меру никто не принимает, не хочет с ней принимать, потому что она психически больна. Лечить ее никто не хочет, деньги на нее тратить никто не хочет. Разговаривать с ней бесполезно. Она никого не слушает, она считает, что она круглую права. Долги по квартире бешеные. Зайти в жилище для управдома не представляет никакой сложности. Двери взломаны приятелями уже далеко не молодой женщины. Лидия Александровна проводит подробную экскурсию. Сожитель хозяйки уже не в состоянии. Старшая по дому утверждает, что женщина психически нездорова. В дом несет все, что приглянется ей на свалке. Питается пропавшими продуктами. За долги в квартире уже отключили электричество и газ. Из коммунальных благ осталась только вода, о чем периодически жалеют жители нескольких этажей, находящихся под 204-й квартирой. Старшая по дому называет это место райом для тараканов. Обещает, что обратится в управляющую компанию в очередной раз. Но то, что это как-то поможет, в таком запущенном случае утверждать не берется.